Убирай свой стакан. Не уберу. У меня целое ведро здесь. Это будет здорово, что будет целое ведро. Приготовлено. В Реже, зрелая годами матершинница и кошатница, жиличка, лет 70. По имени Галина, закошмарила целый дом. Четырехэтажный, с номером 8, корпус 4, на улице Калинина. Жильцы третьего подъезда опасаются войти в подъезд и выйти из него. Потому как неадекватка, живущая на третьем этаже, не только по-черному кроет матом своих соседей, но и поливает жильцов из ведра. И отнюдь не ключевой водой. По словам жильцов, им на голову льется «Пардоньте, моча!» и летят кружки и тарелки с остатками недоеденных ужинов. Но даже это полбеды. Одинокая пенсионерка, превратившая свое жилище в натуральную помойку, по которой, по словам соседей, бродят полуголодные кошки, по вечерам сжет костры. Прямо в своей квартире, в тазике. Поначалу женщины, из-под тяжка следившие за безумной соседкой, опасались, что тетя Галя подожжет шторы и устроит пожар в их доме. Но потом осознали, что пенсионерка хоть и не дружит с головой, но в меру осторожно. По уверению соседей, из-за огромных коммунальных долгов под миллион в квартире их коллективной мучительницы отключили электричество. У тети Гали четверо взрослых детей, но лишь одна из дочерей приносит ей продукты. Женщина признается, что отправить мать в клинику для душевнобольных она не может. Дескать, по словам психиатра, пациентка почти здорова, то есть у нее не тяжелый недуг, а лишь легкое расстройство психики, из-за которого соседи вполне резонно опасаются и за себя, и за детей. Жильцы дома обращались в прокуратуру и не единожды вызывали на дом полицейских, пожарных и санитарных врачей, но все без толку. Люди в отчаянии и надеются на публичность, а вось те, кому положено, обратят внимание на их бедственное положение.